Доброго времени суток! 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 Это старый город, камень Лимфи, вот такой камешек, знаете, с волнами, вот этот. Так, дальше. Да, вот мы видим шахту Сергея. Это вот уже нашли, да, обведенным. Ага, а одно из последних заданий какое это было? Да, последний квест прошел, ой, я сейчас уже не скажу когда, но вот буквально, да, пару дней назад. Он состоял из трех заданий, как раз-таки старый город, цирк и бюст Александра Сергеевича Пушкина. Так, что я должна была ответить? Сколько всего вообще, да, принимает участие? Ты сама лично присутствуешь на играх? Я не присутствовала на первых трех играх, и последнюю, вот четвертую, я решила все-таки как-то так провести, чтобы я там находилась. Хотела посмотреть, сколько народу, во-первых, участвует, потому что я не знала. Я просто, я приходила, клала эту колбочку, уходила, сразу же выкладывала задание, и буквально там через 20 минут все находилось. И я даже не знала, насколько это, как это, популярно, непопулярно, нужно ли это людям, потому что, ну вот, я не знаю, да, что там происходит за, как-то... Ну, а на одну из последних игр ты все-таки... Я пришла, я посмотрела на ребят. Где это было, как это было? Мы встретились на площади Ленина, и человек было, например, 25. И это несмотря на дождь, несмотря на такую достаточно неприятную погоду, они пришли, я была так рада. Я очень боялась, что никого не будет, потому что я подошла на место, и там было два человека. Ко мне подошли два парня, и говорят, вот, здравствуйте, это вы проводите квест, да? Я говорю, да, я, и мы такие стоим втроем. Я так печально стала. Но оказалось, что все ребята, они находились в другом месте, чуть-чуть поодаль, и вот, когда они к нам присоединились, я уже подумала, господи, спасибо. Ну, человек 20 было, да, уже? Ну, да, 25, да. Достаточно. И в основном молодежь, да? Да, старшие классы школы, как-то так, и студенты, примерно, моего возраста, ребята. Ну, наверняка нашим телезрителям интересно, когда ожидается следующая игра. Какого числа, что будет, что же, чего ожидать? Да, задания уже готовы. Следующая игра будет 3 июня, она пройдет совместно с новостным порталом ЕСЯ, поэтому будет здорово, приходите. Приз уже будет не собственного кармана Арины, да? Да, поэтому там все будет, да, как-то более-менее презентабельно. Ну, как-то надо записываться заранее, или можно прийти к месту в назначенное время. Да, вот как раз-таки к этому квесту нужно будет записаться. Ну, всю интересующую информацию можно найти на твоей странице в Инстаграме, да? Да. Ага. А, Ена, вообще, интересно, чем ты занимаешься? Может быть, учишься, работаешь? Да, я учусь на четвертом курсе переводческого отделения из Фирса Уфу. Вот уже заканчиваю, бьюсь над дипломом. А так, в свободное время веду Инстаграм, играю на гитаре, очень люблю петь, читаю. Ну, вот, например. Ну, если заглянуть в твой аккаунт в Инстаграме, то можно там найти множество, я бы сказала, интересных историй, постов о том, как ты бывала за границей, и пишешь о интересных местах, да, в которых побывала. Правильно? Да, да. Сейчас мы вот на экране как раз-таки видим. Ага, с какой целью? А, с чего вообще все началось, да? Ребята задавали мне очень много вопросов по поводу того, там, как найти программу, через которую я ездила, как вообще все это проходит, как получить визу и так далее, и так далее. Вопросов было очень много, и в какой-то момент мне просто надоело отвечать на них каждый раз, и я решила, почему бы это не вывести, да, на публику. Ну, и таким образом и родился мой блог, если ты можешь так назвать. Ну, вот, как-то так. Ага, какие-то рекомендации, да, общие? И рекомендации тоже есть, и просто истории, в основном ребятам нравятся истории, поэтому у меня была куча разных непонятных ситуаций, смешных, и нелепых, и странных, и вот, как раз-таки вот это, кажется, больше ей нравится. Этим ты и делишься, да? Да. В каких странах ты побывала? Сколько этих стран? А, на самом деле, их немного, это просто создает такое впечатление, потому что я все-таки повожу это, да, на люди. В Китае, в Турции, в Казахстане, в Южной Корее, в Гонконге, во Франции, в Австрии, в Германии, в Италии, в Памерии. Ух ты, немного называется, да? Ну, где понравилось больше? Куда тебя тянет, может быть? Где мечтаешь побывать? Тянет. Мечтаю побывать, я в других совершенно странах, я очень хочу в Исландию посмотреть вот на эти знаменитые гейзеры, да, поплавать в горячих источниках. Очень хочу в Швейцарию, потому что швейцарский шоколад, швейцарские Альпы, очень люблю горный пейзаж. Вот, Кению хочу, в ЮАР хочу, много где хочу, Японию мечтаю здесь, вот, а из мест, в которых я уже побывала, больше всего, наверное, все-таки Америка. Но, на самом деле, это очень сложный вопрос, потому что все страны, они все по-своему хороши, если в одной стране есть что-то одно клевое, в другой стране этого нет, ну, как-то так. Но Америка меня больше всего привлекает, скорее всего, людьми, потому что люди там открытые, дружелюбные, они такие теплые. Ты выходишь на улицу, и просто у тебя поднимается настроение от того, что ты находишься тут, потому что, там, каждый второй с тобой поздоровается, скажет, там, какой-то комплимент, да, и им не стыдно, там, подойти и сказать, вау, у тебя классная сумочка, а где ты ее купила? Ну, приятно ведь, да? Как-то так. Что ж, Айинас, я тебя благодарю, что ты пришла к нам в нашу летнюю студию. Озарила нашу студию своей красотой, своими интересными историями. Я желаю тебе только успехов, удачи и исполнения всех твоих желаний. Ну, и, конечно же, призываю всех наших телезрителей принять участие в денежном квесте от Аины. Удачи, Аина. Ну, а у нас в студии еще одни гости. Это воспитанники детского телевидения «Мост-Медиа», также руководитель данной студии Екатерина Абдулаева. Сидят также девочки Анна Матушкеева и Полина Ковалевская. Здравствуйте. Здравствуйте. Ребята. Ага. Катя, ну, интересно, с какими направлениями работает ваша студия? Ну, изначально мы открывали нашу студию детского телевидения, чтобы обучить детей каким-то основам тележурналистики, мастерству телеведущего. Но мы уже работаем третий год, мы развиваемся и вводим новые направления. Так, у нас появились направления по основам фотографии, по основам стиля. И конкретно мы работаем с детьми по развитию именно снятия психологических, речевых зашимов в театральной студии «Кислород». Так, и ребята обучаются именно каждой своему направлению или? Да, мы делаем наборы именно по конкретным направлениям. То есть есть возрастные группы, есть направления, в которые могут подойти, и они комплексно уже занимаются. Рассчитывается у нас, конечно, обучение на учебный год, чтобы они совмещали это все со школой и могли на практике опробовать все полученные знания. Все самое интересное впереди. Екатерина, мы продолжим сразу после небольшой рекламной паузы. Оставайтесь с нами. Еще раз здравствуйте. Вы смотрите летний эфир. До рекламы мы начали разговор о детской телевизионной студии. Сегодня у нас руководитель данной студии Екатерина Абдулаева вместе со своими воспитанниками. Самые младшие ребята сейчас вот за моей спиной буквально уже снимают свой репортаж. Кстати, первый, да, ребята? Да. Ага, присаживайтесь, давайте поговорим с вами. Так, микрофончик. Молодцы. Как держать микрофон, правильно? Ну-ка продемонстрируйте. Правильно, совершенно верно. Рада представить вам Аиду Аконешникову, Катю Акругину, Милана Винокурова и Софию Гладких. Правильно? Да. Все правильно. Ребята, ну вы как давно занимаетесь в данной студии, в студии детского телевидения? Мы занимаемся с Майейом и уже прошло два месяца. Уже целых два месяца прошло, да? Ага. До этого уже, вот за эти два месяца вы работали с камерой? Еще нет. Пока еще нет. Еще нет. Сегодня мне известно, что вы впервые работаете с камерой, да? Да. Это ваш дебют, ваша дебютная работа, правильно? Ага, хорошо. Такой вопрос. О чем мечтаете снять свой сюжет, свой материал? Материал мечты, скажем так. Мороженое. О мороженом? Ага. Что бы ты рассказала в этом материале? Ну, что мороженое сладкое, вкусное и холодное. Микрофон. Ага, еще раз. Мороженое сладкое, да? Сладкое, холодное и вкусное. Но ты говорила бы о плюсах мороженого или о вредностях тоже? Ну, и о плюсах, и о вредностях тоже. Угу. Так, Аида? Я бы хотела... Я бы хотела снимать репортаж о новостях, ну, например, что происходит в Якутии или даже в разных странах. Так. Ага. А в новостях здесь, в Якутии, ты бы хотела работать? Или где-то за границей, может быть? В Якутске. В Якутске, да? Ты, возможно, будешь нашей будущей коллегой, да? Возможно. Ага. Говорить о главных новостях республики, да? Милан, ты о чем мечтаешь? Каков твой? Ну, я мечтаю, конечно, тоже снять репортаж, только уже не в Якутии. Хочу из Америки про Алекса Хирша. Ух ты! Ну-ка просвети нас, кто такой Алекс Хирш? Это создатель мультериала Gravity Falls. Да ты что! Ага. Ты бы взял у него интервью, да? Да. Ага. О чем бы ты спросила его? Ну, например, да, многом, наверное. О выходе третьего сезона и так далее. Ну, на такие случаи я, бывает, учу английский даже. Так. Ты уже хорошо владеешь английским? Да. Угу. Ну, как будет? Добрый день. Меня зовут Милан. Good morning. I'm Milan. Здорово. Молодец. Милан, я думаю, у тебя все получится. Спасибо. Давай передадим микрофон Соне, да? Соня, ты о чем мечтаешь? Я мечтаю снять сюжет о танцах. Угу. Почему именно о танцах? Потому что я занимаюсь сама танцами. Какими танцами? Спортивными. Угу. Молодец. Молодцы, ребята. Мы с вами еще продолжим наш разговор. Катя, ну, в начале, до рекламы ты сказала, что ребята обучаются по четырем направлениям, да? Это фото... Давай еще раз напомним. Это основа тележиноидстики, театральная студия «Кислород», фотокурсы и курсы стиля. Здорово. И со скольки лет ребята? Вот очень-очень маленькие, по-моему, да? Да. Мы начинаем набирать детей с 8 лет. У нас есть 2 возрастные группы. Это 8-12, 13-18. И для каждого из этих групп есть своя основа. То есть для малышей мы даем краткий курс. Самое главное, что необходимо им знать для съемок, это как работать перед камерой, как брать интервью, как держать микрофон. Старшая группа, у них направленность идет, что они погружаются в производственный процесс телепередачи. То есть они ходят на монтаж, они работают очень много с оператором, у них очень сложный сюжет. Это также по тематикам очень отличается. Младшая группа в основном снимает про профессии, про какие-то интересные факты, кружки. Старшая группа, они берут тему уже социального характера, например, проблемы отцов и детей, травля в школе, либо алкоголизм и вредные привычки. Так. Ну как раз у нас в студии представители старшей группы, да? Ага, это у нас Анна и Полина. Ребята, вот недавно, да, по-моему, на Всероссийском фестивале детской телевизионной журналистики, да, вы принимали участие и заняли первое место, выиграли со своим сюжетом, со своим материалом, собственноручно сделанным, можно сказать, да, «Царство вечной мерзлоты». Все верно? Да. Ага. Давайте я предлагаю телезрителям ознакомиться, посмотрим. Очень интересно, что это за материал. «Царство вечной мерзлоты» – так называется туристический подземный ледяной комплекс в Якутии. Согласно легенде, именно здесь прячется Чесхан, хранитель холода. Именно поэтому здесь вечный мороз. Пойдемте посмотрим. Комплекс музея представляет собой огромный ледник, который располагается внутри горы. Летом температура в пещере не поднимается выше минус 4 градусов, поэтому в самое теплое время года посетителям на входе выдают теплые плащи и валенки. Зимой температура не опускается ниже минус 10 градусов, так что после 50-ти градусного якутского мороза в царстве, как ни странно это звучит, даже можно погреться. Около 60% России – это территория вечной мерзлоты. Рекордная глубина залегания вечной мерзлоты зафиксирована именно в Якутии. Благодаря вечной мерзлоте в Якутии находят останки млекопитающих. Кстати говоря, это огромная редкость находить останки в целости. К нашему счастью в царстве нам повстречалась якутская зима, которая рассказала нам интересную легенду. Чисхан, видя огромного и великого быка, выходит из Северного Ледовитого океана. И с каждым его шагом на нашей земле становится все холоднее и холоднее. А с приходом весны его рога ломаются. А потом он полностью растворяется, и наступает настоящая теплая весна. Мои обязанности как хранителя холода стоят в поддержках зимы, зимнее время года. Чтобы зима у нас была суровой, но не продолжительной, короткой. Только здесь, в царстве вечной мерзлоты, вы можете круглый год покататься на ледяных горках. Туристы кидают монетки в водоемы, чтобы вернуться в это место вновь. В нашей Якутии принято лепить монеты к ледяным скульптурам, при этом загадывая желание. От работников музея мы узнали, что в царстве 16 залов и более 60 экспонатов, которые пополняются каждый год. Приезжали те, кто даже снега сроду не видел. С Таиланда, Шри-Ланка, Синди. Сюда заходили вообще, восхищались. Особенно восхищаются нашим потолком. Все спрашивают, как это вы сделали. А вы знали, что эти кристаллы образуются от нашего с вами дыхания? А еще они абсолютно уникальны. Вы не найдете ни одного одинакового. Царство вечной мерзлоты в отмаши является достоянием нашей республики и самым посещаемым местом. А ведь это действительно уникальное место. Именно здесь вы сможете ощутить настоящую зимнюю сказку. Каждый останется доволен, побывая в таком уникальном и интересном музее. Если будете в Якутии, в первую очередь приезжайте в царство вечной мерзлоты. Ведь здесь, как нигде, вы сможете почувствовать настоящую якутскую зиму даже летом. Мы продолжаем. Аня, Полина, ну это ваша первая победа на всероссийском уровне? Да. Ну расскажите, почему именно эту тематику выбрали? Ну мы считаем, что Якутия славится вечным морозом, то есть холодом. И это действительно уникальное место. И мы хотели донести всем то, что такое действительно бывает, что летом вы можете прийти покататься на ледяных горках, увидеть скульптуры и ощутить настоящую якутскую сказку. Здорово. Ага. Катя, ну ребята часто принимают участие в конкурсах, фестивалях? Да, мы постоянно отслеживаем какие-то телевизионные фестивали именно детские, то есть это у нас не первая победа. В первый год мы принимали участие в Рязанском фестивале мультипликации и детских работ телевизионных. Там мы выиграли спецприз от газеты «Комсомольская правда». В прошлом году в этом же фестивале «Телестарт» мы попали в номинацию «Дети будущего», но, к сожалению, не выиграли, вошли только в топ-5 лучших сюжетов. И в этом году вот мы удостоились победы в номинации «Искусство», вот, девочки. А так изначально вообще сюжет был снят для другого фестиваля московского, итоги еще не подведены, вот мы ждем еще. Ну, Аня так сидит у нас скромно в стороночке, да? Известно, что ты достаточно давно занимаешься в этой студии, правда? Да, мы занимаемся с самого начала, с самого первого набора, то есть это уже третий год. И за все это время мы сняли, ну, очень много сюжетов. Ну, лично мой любимый, это, наверное, спортивный сюжет про сплит-спорт и воркаут. И еще мне нравится наш репортаж, который мы снимали ко дню варенья в Чучур-муране. Так, ну, ты уже у нас практически готовый журналист, да? Задумываешься о будущей профессии? Да, конечно, задумываюсь, но, да, скорее всего, свяжу свою жизнь с этой профессией тележурналистикой. Журналистикой, да? Ага, ну что ж, спасибо, уважаемые гости, благодарю, что пришли в нашу летнюю студию. Мы обязательно ждем вас в гости еще. Ну, а с вами, дорогие телезрители, мы прощаемся. Смотрите летний эфир каждый день по будням в 12.30 на нашем канале. С вами была Катерина Винокурова. По вопросам сотрудничества всегда можете обратиться по контактам, которые видите на своих экранах. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»